Ирина, здравствуйте! И хочу разобрать ваше домашнее задание, потому что с криншотом это будет очень долго, а именно в видеоформате будет комфортно. Значит, смотрите, что мне не понравилось сразу. Вот то, как вы сделали описание. У вас, видите, попадают все эти полосочки, все это ерунда, читать неудобно. Поэтому первая ваша степенная задача, помимо того, чтобы грамотно написать, сделать так, чтобы человеку было комфортно это читать. Все-таки пожалейте людей. Вы можете войти в эту рамочку и элементарно просто убрать, например, вот эту часть и вот этот текст сделать помельче, уместить его туда. То есть это то, что мне резону в глаза, читать жутко неудобно. Соответственно, все вот это поместить сюда. По описанию в целом у вас вполне терпимое описание. Может быть, какой-то технолог перетерется к чему-то. Но я думаю, что вполне все в рамках того, что может быть нет, немного. Оно так приблизительно и пишется. Соответственно, уместите это внутрь. Если у вас там нет, например, дополнительных каких-то моментов, вы это можете сделать. И здесь позаботитесь о чтеце, чтобы был простой читаемый шрифт и чтобы можно было легко прочитать. Ну вот приблизительно вот так. То есть в таком формате оно уже и визуально смотрится лучше, и читать легче. Здесь вы написали плотность 150. Единственное, иногда, если вы будете передавать конструктуру документ, то можно еще указать ширину ткани в рулоне, чтобы он мог сразу просчитывать раскладку. Так, это цвета модели. Цвета модели у вас две. А здесь вы даете описание на одну модель. То есть вам нужно написать основной цвет. Вам нужно написать цвет бачков, потому что он у вас разный. Фурнитура. Нужно написать цвет фурнитуры на каждую цвета модель. Нитки тон в тон тоже вопрос. То есть на белом-белом, на бежевом-бежевая тоже лучше указать. Там принта нету. Здесь вам еще нужно будет подписать дополнительный момент. У вас воротничок. И, что-то я не вижу, вроде он без точки. Все равно, скорее всего, он проклеивается. И клапаны, скорее, проклеиваться будут. Соответственно, на этом нужно прописать, что там будет клеевая, какая, тканая, нетканая, какой плотности, какого цвета. Потому что сюда пойдет белое, сюда пойдет либо серое, синий вряд ли вы найдете, либо черное. Кнопки. Вы сказали, что должны быть металлического цвета. Вспоминаем наш первый блок, 36-й урок. Мы с вами рисовали кнопки. И у нас там с вами есть возможность создания градиента. Он вам сымитирует металл. Соответственно, вы это уже умеете делать. Немножечко подзабыли. Так, что мне еще не понравилось? Здесь все более-менее. Мне не понравилось вот здесь. Во-первых, у вас почему-то отъехал вниз. Я сейчас с точки зрения программы, в первую очередь, говорю, да? С точки зрения технологии я могу дать какие-то комментарии, но это будет уже в меньшинстве. Смотрите. У вас вот эта часть низа, видите, она уехала. Вот здесь не стыкуется. Таких вещей быть не должно. Вы должны это все четко выравнивать, чтобы оно у вас приходилось прямо точно. Еще при этом, вот у меня сейчас съехало немножко, то есть надо вот эти моменты выравнивать. Я больше предпочитаю, когда все-таки даже технический эскиз имеет, например, белую заливку. Таким образом, лучше все видно. Сейчас вот у меня пропадает все у того, что я заливаю, да, и меняется местами. Но при белой заливке эскиз смотрится более, ну, так скажем, полноценным, да? Сейчас мы это уберемся на задний план. И так, а здесь где? А, вот смотрите, тоже еще нашла момент. Где отстрочка? То есть здесь у вас поисочек отстрочен, а здесь я не вижу отстрочки. Даже она там нигде не мелькает. Почему ее нет? Так, здесь все более-менее, более-менее. Тоже здесь какой-то вот есть нестыковочка, но это терпимо. Бедро, точка островато, но тоже с этим можно смириться. Так, да, и вот здесь, конечно, тоже надо это все, чтобы не вылезало у нас за края. То, что здесь разрезы, да? Будет ли оно так оформляться? Ну, раз вы хотите такую отстрочку, может быть, почему нет? Так, здесь не будет отстрочек. Хорошо. Вот немножко воротничок у вас перекашивает. Вот я его прям вижу, перекос. Вот здесь тоже, здесь уже, здесь шире. Рисуйте симметрично. Мы с вами проходили разные способы рисунка. Вот смотрите, видите, кривизна воротника. Вот этого быть не должно, потому что воротник у вас, я более чем уверенно задумаю, симметричным. Соответственно, у вас тут многие лишние точки, их надо убрать. И при помощи той же кривизны можно уже более симметрично ее поставить, чтобы вот этой вот точки не было. И здесь тоже самое, эту точку убрать, с нее кривизну, и потом ее с шифтом раскрыть. Вот уже более ровный воротник. То есть в Adobe Illustrator, когда вы рисуете, вот эта тоже точка провала плеча плохо смотрится. Лучше убрать. Потому что, как правило, такие вещи, наоборот, даже выравнивают. И получается, что даже плечевые какие-то подкладки иногда делают. То есть я бы вот лучше вот так сделала. Именно с точки зрения посадки по фигуре. Может быть, вы действительно хотите именно вот это пролегание, но, как правило, прямая линия плеча, она лучше смотрится. То есть, видите, здесь вот она у вас провалилась, а здесь она такая более ровненькая, более основательная. Так что обращайте на это внимание. Ну, здесь тоже нужно все белым делать, да. Сразу будет более двойная отстрочка. Стрелка не попала в двойную отстрочку. Уважайте людей, которые на это будут смотреть. Попадайте точно, куда вы ведете. Так, и в разрезы тоже. Разрез, кстати. Когда вы рисуете вот такие разрезы, желательно еще показать, о какой он будет длины. Если вы черчение немножечко знаете, то делаются обычно вот такие выноски. вот, и на этих разрезах показывается, о какой оно длины. Это ваша задача, как человека, который делает эскиз, дизайн эскиза. Потому что конструктор, соответственно, будет следовать тому, что вы ему скажете. И здесь уже указываете размер, какой он длины. И нужно показать, какая будет отстрочка. Потому что, я смотрю, она у вас здесь неравномерная. То есть здесь, скорее всего, там она, грубо говоря, 0,5. При этом она не будет так коситься. Она должна быть параллельно краю. И здесь тоже тогда на 4 сантиметра, наверное. Тоже надо это прописать. То есть это уже документ, который вы будете отдавать технологу, конструктору, который будет с этим помочь работать. Это важно. Такие моменты нужно учитывать. Ну, соответственно, смотрите. Вот я, видите, причесала немножко то, что мы с вами в описании делали. Оно стало у меня чуть-чуть меньше, но оно поместилось сюда. И таким образом все нормально. Вот эти вот вещи. Это называется мусор эскиза. Вы пытались что-то написать, и у вас какие-то остатки болтаются. Вот этот мусор надо вычищать. Он не нужный. Это совершенно не нужная информация. Она только сбивает. У вас должен быть хороший чистый эскиз. И вот здесь нужно делать описание двух моделей. Вы пишете, например, ткань основная, темно-синий цвет. Ткань для бачка и рукавов, там, средний-синий цвет. То есть вы должны это подписать, что это. Потому что на эскизе я это вижу, а здесь я этого не вижу. Ну, это как бы... Вот эта форма, она ничем не утверждена. Это как бы на усмотрение. Но вот по моему опыту, на производственному, как правило, каждая модель, а потом уже конфекцион туда подкрепляется. Но это вот такой ваш базовый конфекцион. И вот смотрите, насколько разное восприятие эскиза получается. То есть он хорошо у вас нарисован, но вот за счет отсутствия заливки непонятно, он там урыжится. Либо тогда вот убрать вот так вот, да, то есть чтобы он более четко был. Либо же залейте белым. Будет лучше видно. Иногда делают эскиз белым и немножечко светло-сером заливают, там, например, глубину, то есть вот это вот место, чтобы показать, что оно туда утапливается. То есть просто такой черно-белый эскизик. Вот. В целом очень все неплохо. Но вот есть некоторые замечания, которые все-таки есть. И вот там мусор везде у вас на эскизе, прям вот ай-яй-яй. Мусора быть не должно, он мешает. Соответственно, здесь вы уже можете там подписать свой бренд. Ну, то есть это поскольку мой шаблон здесь написан, можете вы сами подписаться, уже печатать эти бланки и, соответственно, их передавать на производство. Вот. Если будут еще вопросы, пишите, я с радостью отвечу. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok